Добрый день! Меня зовут Дмитрий Алексеевич и я врач по медицинской профилактике. Сегодня у нас началась неделя сохранения иммунной системы, приуроченная к Всемирному дню борьбы с аллергией 8 июля. И сегодня мы пришли к врачу-аллергологу-иммунологу для того, чтобы раскрыть эту тему более подробно. Пойдемте! Добрый день! Представьтесь, пожалуйста. Добрый день! Меня зовут Самофалова Татьяна Викторовна, врач-аллерголог-иммунолог, государственное учреждение консультативно-диагностическая поликлиника номер 2. У нас проходит неделя по укреплению иммунной системы в честь Всемирного дня борьбы с аллергией 8 июня. Расскажите нам, пожалуйста, немного об иммунной системе, как она состоит и как она работает. Иммунная система имеет огромное значение в жизнедеятельности нашего организма. Клетки иммунной системы расположены фактически во всех органах нашего организма. Клетки иммунной системы защищают нас от простудных заболеваний, от тяжелых инфекционных заболеваний, от формирования аутоиммунных процессов, аллергических заболеваний. Спасибо, что ответили. Расскажите нам про аллергию, как она проявляется и, главное, как ее профилактировать. Аллергия – это состояние организма, когда иммунная система начинает воспринимать факторы окружающей среды, которые потенциально опасными для организма не являются, как враждебные. В ответ на эти враждебные факторы начинают нарабатывать защитные клетки организма, то есть защищаться от этой аллергии. Причины аллергии могут быть совершенно разнообразны. К окончательному и точному мнению наши ученые еще не пришли, но имеют большое значение генетический фактор. Считается, что если в семье один из родителей является аллергиком, то ребенок может в 30% случаев реализоваться как аллергик. Если оба родителя являются аллергиками, то этот процент увеличится до 50-70%. Также большое значение имеют любые стрессовые ситуации для организма. Это не обязательно психоэмоциональный стресс. Это могут быть стрессовые ситуации, связанные с резкой сменой климатопроживания. Это могут быть тяжело принесенные заболевания, частые простудные заболевания, которые имели затяжной характер, гормональные перестройки организма. Все эти стрессовые ситуации могут привести к сбою работы иммунной системы и к формированию аллергии. Профилактика аллергических заболеваний чаще всего начинается еще с раннего возраста. То есть если это семья, в которой оба родителей или один из родителей является аллергиками, то профилактика начинается еще с рождения ребенка. То есть это грудное вскармливание, как можно более длительный период грудного вскармливания, не спешить с переходом на искусственное вскармливание. Это введение здорового образа жизни, это поддержание гипоаллергенного быта и гипоаллергенного питания в семье, где есть аллергики. Будьте здоровы, берегите себя. Большое спасибо, что ответили на все наши вопросы. Нашим зрителям это будет очень интересно. Основные тезисы. Обязательно ведите здоровый образ жизни, следите за питанием, а также избегайте контактов с потенциальным аллергеном. В принципе, аллергическую реакцию можно хорошо профилактировать. Берегите себя и будьте здоровы! Продолжение следует...